Что скажете сейчас? Есть опасность такого раскола? Ужас-то вот в чем заключается. В том, что до 24 февраля 1922 года никто не обстреливал Белгородщину, Курск, Брянск. Не падали прям под Москвой, вот уже совсем недалеко от нас. А то, что Донецк обстреливают нормально, это пусть будет. Донецк не был территорией России. Там сейчас еще сильнее обстреливают. И при этом там уже в тот момент находились люди в значительном количестве российских экспортных. Ничего похожего в Санкт-Петербурге, в одной из столиц России, я так понимаю, не было много лет. Сегодня как раз годовщину, когда метро взорвали. Ну это было несколько лет. 17-й год. 17-й год, то есть это давно было. В Москве тьфу-тьфу-тьфу тоже уже давно ничего не взрывалось, слава богу. Беда заключается вот в чем. Начав то, что называется у нас официально специальную военную операцию, мы тем самым резко повысили риски того, что вот это вот, что нельзя называть, придет сюда. И оно пришлось сюда. Хочешь, не хочешь, приходишь сюда. Вот такая беда случилась. Ужас еще вот в чем заключается. Это тоже, думаю, ужас какой-то. Как-то уже страшно это говорить. Это ужасно говорить. Но тем не менее, как-то за этот год люди, я не говорю о тех, кто на Донбассе, я не говорю о тех, кто в Белгородске, я говорю о тех, кто живет здесь. Вот в Москве, в Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге, я уж не говорю про Владивосток. Ну, Борис, Борис, вы привыкли. Вы повторяете то, что вы говорите. Люди привыкли и приспособились. И до этой террористической операции. А сейчас получается, что мы постепенно, это ужасно, начинаем привыкать и приспосабливаться к теракту. То есть вы что хотите сказать? Я просто боюсь, что я уже знаю, что вы ответите, потому что одно и то же. Ответная реакция какая? Надо все прекратить и тогда все. Ответная реакция, как можно быстрее закончить эту агенту. Ну, понятно, я так понятно. Ответная реакция на действия террористов, не бороться с террористами, а как можно быстрее с террористами. Давайте, Ага, давай, Балюш, сначала.